Районы без контроля. В Балаково резко увеличился налог на недвижимость, а в Воскресенском районе уже месяц работники культуры не получают заработную плату. Почему местная власть занимается самоуправством во вред жителям и куда смотрят профильные министерства, расскажет Анастасия Куклева. У жителей Балакова налоговая безысходность. Местные депутаты увеличили ставку на имущество физических лиц в несколько раз. Теперь в Балаково она выше не только Саратовской, но и даже столичной. Многотысячные акции против, уверяет Людмила Жуковская, лишь мнение некоторых жителей. Сама она уверена, такой метод выполнения казны приемлем и не видит причин для волнения жителей. Федеральный закон вообще дал возможность даже и выше поднимать, то есть дал широкую такую планку. Экономика требует каких-то серьезных вливаний в бюджеты, но это не должно быть с моей точки зрения непродуманно. Поэтому там коснулось небольшого количества людей по сравнению со всем количеством налогоплательщиков. Их там свыше 70 тысяч. Значит, для нас важно, что налог на имущество не коснулся. У нас, вы знаете, освобождены пенсионеры. На своей пресс-конференции министр территориальных образований рассказывает и самоуправство местных властей в другом районе области. Из-за отсутствия дренажной системы весной этого года дома жителей поселка Екатериновка неоднократно затапливала. Обещали нам дренажную яму сделать. До сей пор мы что-то ее не видели. В поселке отсутствовало даже освещение. Все, чем мог помочь жителям экс-глава района Роман Дементьев, это установил один мусорный бак более чем на 100 жителей. После серии возмущений его должности отстранили и дали реальный срок. Почти год спустя Екатериновский район обзавелся новым главой. Человек, который пришел не со стороны, он хорошо знает всю проблематику. У него сейчас получается сплотить вокруг решений из проблем всех лиц, которые заинтересованы, в том числе и бизнес. Недовольных в районах много, признается министр. Среди проблемных сейчас Воскресенский, где почти месяц задерживают зарплату работникам культуры. И Балашовский, где куда-то исчезли деньги на строительство детского сада. Однако цифры радуют. Тех, кто жалуется, стало меньше. За первые полугодия этого года в министерство поступило на 43% меньше обращений от жителей. По мнению Людмилы Жуковской, причиной этого может быть две. Либо у населения в действительности стало меньше проблем, либо люди уже смирились с ситуацией и предпочитают не жаловаться. Анастасия Куклева, Олег Бирюков, РЕН-ТВ, Саратов.